Девушки отдыхают И на те вопросы, которые вы написали, ответят. Что-то мы добавим. Поэтому приготовьтесь, внимательно послушайте нас, к чему мы и чего мы хотим, чью волю мы исполняем и для чего мы с вами сегодня присутствуем на нашем диалоге. Уважаемые граждане Российско-Советской Федеративной Социалистической Республики, уважаемые народные депутаты, с 1 по 3 ноября текущего года прошел чрезвычайный съезд Советов Народных Депутатов и Советов Народных Представителей РСФСР. Трудно далась нам подготовка этого съезда, но тем не менее он прошел и прошел с хорошим результатом. На этом съезде был избран Верховный Совет РСФСР, неполного состава в количестве 112 человек. Был избран Президиум Верховного Совета, тоже неполного состава, в количестве 8 человек. На Президиум был избран исполняющий обязанности председателя и исполняющий обязанности секретаря, председателя Президиума Верховного Совета. Кроме того, на съезде было принято решение, в связи с тем, что Совет Министров так скоропостижно срочно сформировать невозможно, создать правительство переходного периода из кандидатов, которые пройдут отбор через экспертную комиссию, которая уже завершается в своем формировании. И по заключению этой экспертной комиссии, кандидаты на должности министров, кандидаты на должности руководителей комитетов, председателей комитетов, кандидат на должности председателя Совета Министров и его заместителей, они пройдут профессиональный отбор через эту экспертную комиссию. Каждый кандидат должен предоставить свою программу, программу, как он видит, преобразование нашего отечества в духе социалистического строя, в духе того, что предписано Конституцией РСФСР, Конституцией СССР, а также законами советского периода. Ну, мы, в принципе, отвечая на многочисленные ваши вопросы, можем добавить, что же мы хотим. Мы хотим то, что хочет народ. Мы исполняем лишь волю. Вся законная власть у нас от народа. От народа, значит, от Бога. Поэтому на сегодня мы хотим также классически все по социальному принципу, по социалистическому принципу. Крестьянам отдать земли, чтобы они нас кормили и поили нашим крестьянам. Не арабам, значит, Израилю, Турции, а нашей, не Китаю, который нас уже заполонил, понимаешь. Чтобы гвозди, саморезы и флаги делали у нас. Чтобы текстиль у нас поднимался в том же Узбекистане и в той же Ивановской области. Чтобы все те же самые вина, винограды, овощи растили в Краснодарском, Ставропольском крае. Значит, в остальных, в других областях. Чтобы Урал поднимался и обеспечивал тяжелой промышленностью. Чтобы наши защитники, настоящие воины-офицеры, уже готовились в школах, как начальная военная подготовка. Чтобы шли готовы защищать Родину, оберегать. И мы со своей стороны всю систему общественной безопасности, также видим ее в планах и задачах именно советского периода имени Щелокова. Поэтому здесь, вот мы, так сказать, опять же на классическом двигаемся. Потому что мы не желаем, чтобы сегодня частная охранная структура ФССП, понимаешь, зарегистрирована во Франции, в Германии, так? Частные структуры зарегистрированы в Англии, силовые ветры. Все у нас структуры управленческие и законодательные зарегистрированы почему-то за пределами нашего Отечества. И везде стоит ИНН, ОГРН и всякие, понимаешь, под цифрой 1. Это что такое? Это частная. Частная контора. Коммерческая. Сегодня, наконец-то, стали прозревать полицейские органы. Значит, те же приставы, те же, понимаешь, финансовые органы, налоговые органы, внутренняя система эта хабацкая, понимаешь, так? Предусмотренная тут у нас. Дерет 90% отдай налогов, а на 10 живые. Значит, у нас просто система будет для тех же частников. 50% отдай государству, 50% своим рабочим, страховки и так далее. Раз ты хочешь заниматься частнокапиталистическим способом производства. Не мошенническим, обманывая, переклеивая наклетки, так? Наклейки, понимаешь, так? Поэтому здесь мы видим, как сегодня добивает после нас Белоруссию, нашу братскую республику. Добивает нам остальные регионы советского, бывшего Советского Союза. Значит, и видим здесь же их же корпуса, их огромные. У нас вот по третьему кольцу, понимаешь, вам простой пример. Водителя Танбаева, понимаешь, там так? 100 миллионный поставил торговый центр на третьем кольце. Что, водителя Танбаева заработал, что ли? Что, прячет, понимаешь, тот же президент другой нашей братской советской республики свои ворованные капиталы у нас здесь в Москве. Поэтому все мы вам расскажем, всю картину у кого где и как, и что лежит. И поймем, что все-таки начали их зажимать. И, понимаешь, в Англии, в Австралии, уже по нашим решениям советских судов, Гришина и восьми судов, семи судов, значит, уже арестовывают их имущество, приостанавливают счета, побежали, понимаешь, из Израиля сюда. Знаем мы о том, что, значит, у нас Москва приготовила более 100 тысяч квартир с ключами. Для кого она приготовила? Для, может, того же Ватикана, который срочно переезжает из Италии, оттуда пинками выгоняют. Или, понимаешь, Израиль, который кончился срок, тут аренда у них, оттуда их выжимают. Для кого эти приготовили квартиры? У нас здесь очереди стоят. У нас ветерану 100 лет, а к нему бумажка пришла от нашего президента, так? От мэра пришел, понимаешь, так? Значит, поздравления. Ветерану 100 лет, участнику войны. Никто не пришел. Пришли, значит, с ветеранской организации, чтобы с администрации мэрии пришли, как вы живете, как, что вам надо. Спросили хотя бы по-человечески. Не нужны мы никому. Не выезжает скоро уже от 80 до 90. Вы знаете, что, понимаешь, остальные вообще не нужны, все частное. Медицина частная. Значит, образование частное. Вы посмотрите, что это придумали подлецы. Книжки все заводим из Соединенных Штатов Америки, понимаешь, под коррекцию. Там же сидящих ученых хабацких. Это что такое? В конце концов, просыпайтесь, уважаемые мои братья и сестры. Всем запеленали. Мужчины, пьянствуйте и гуляйте. Приходите, говорите, какие деньги, кто вам будет платить. Да, может быть, один месяц мы не заплатим. На второй месяц, говорят органы власти и народное управление. Заплатят все полноценно. Еще премию дадут. Поэтому не переживайте. Все наше останется здесь и нашим будет. Только просто набраться надо, проснуться и довериться народной власти, которая у вас сегодня придет и защитит. Иначе на следующий год совсем будет плохо. А будет плохо потому, что сегодня подготовлены документы уже с февраля месяца об уничтожении 20 тысяч документов советских и РСФСРовских, которые на социально-правовые темы были изданы советской властью. А потом они через год, с 21-го года, начнут издавать уже за своей подписью, за РФИ. Нет РФИ. Как нету? Смотрите внимательно там он. Крысиные царства всякие, смотрите Хуисху там, значит, мистеры Мендельсона и прочие Шнерсоны. Смотрите, интернет пока еще есть. Посмотрите, как они ведут себя, как расправляются и с кем они. Никому мы с вами не нужны. Но как их сейчас начнут зажимать там, значит, они здесь попробуют уже обороняться от тех. Пора поднимать и армию, которую у нас в принципе, я боюсь сказать, но она есть. Она есть среди народа, она сейчас скрылась, разбежалась, но мы соберемся как ртуть. Нам скажут, народ скажет, мы исполним. Но власть должна быть от народа. А если от народа, значит, от Бога. Может добавить? Должен заметить, что чрезвычайный съезд не закончил свою работу 3-го ноября. Он остался открытым. И в этот период мы ведем интенсивную работу и по подбору кадров. И готовим следующий съезд, на котором хотим видеть представителей тех регионов. Всех регионов РСФЦР. РСФЦР, которые не присутствуют на этом срезвычайном съезде. Мы должны на следующем съезде сформировать по максимуму Верховный Совет РСФЦР. Укомплектовать состав Президиума Верховного Совета. А вы знаете, по Конституции там должно быть 17 представителей от автономных республик, автономных областей, которые избираются на своих съездах. А также 20 членов Президиума, они избираются на съезде или на сессии Верховного Совета РСФЦР. Вот у нас 8 есть. Еще надо 12 избрать из числа тех депутатов, которые приедут на следующий съезд. Желательно, чтобы, конечно, все приехали. А то, то участие по скайпу, это, конечно, интересно. Мы передавали информацию, давали, смотрели все. Это очень, значит, тоже законно. Но хотелось бы, чтобы люди все-таки собрали на билеты, приехали, когда мы объявим этот съезд. И не надо бояться, надо приехать, убедиться сама. Самим убедиться лично. Сможем ли мы это сделать? Возьмем ли ответственность за свой народ? Возьмем ли ответственность за своих близких, родных? За свое будущее Отечества? Потому что эти авгивые конюшни, которые сегодня загажены, да, придется всем миром. Народ это как наш Геракл, он справится с этими авгивыми конюшнями. Поэтому мы сегодня, нам никто не поможет. Настолько будут растаскивать, разграбливать дальше. И ничего хорошего от этого мы не получим. Поэтому мы лишь отвечаем на ваши вопросы, как там идет динамика, как там у нас движется, значит, борьба за то, чтобы вы жили лучше. Поэтому здесь все просто и ясно. Землю крестьянам, колхозникам, рабочим заводы, значит, наша интеллигенция двигает науку, защиту, образование, культуру. Сохранить все народности нашего, вот это, Великую, Союз, Великий Союз Советских Социалистических Республик. Ну и в завершение хотел бы сказать следующее. В Ютьюбе гуляет много информации про нас, про двух полковников. Я, полковник запаса вооруженных сил, Виталий Иванович, полковник запаса Министерства внутренних дел СССР. Было бы счастье, если был в запасе. Приходится воевать за ветеранов и сегодня. Так вот, есть такие личности, как Кузнецова Ольга Михайловна, Светлана Пушнина и ижеподобные, которые нас обозвали, сегодня я получил ролик, нас обозвали предателями. Вы знаете, вы будете осторожны с этими словами. Статья 64. Кто такой предатель, нам известно. Статья 64 может быть обернутся бумерангом в отношении вас, которые пытались сорвать проведение Средичайного съезда. У вас не получилось. И сейчас вы отрабатываете задания своих хозяев, которые вас кормят, оплачивают ваши действия, ваши услуги. Но они тщетны, поверьте. Народ видит прекрасно, чем вы занимаетесь и даст достойную оценку и нашим действиям, и действиям настоящих патриотов, и вашим действиям, которые в конечном итоге приведут к краху и провалу. Тем более, как сказал наш Иисус Христос, когда к нему обратились с вопросом, как узнать вот этих вот, значит, деятелей, так называемых. От Бога ли не от дьявола? И он сказал, что, как он помните бы сказал, правильно, по делам их узнаете их, вот по делам их узнаем. Кто они и что они принесли в народ, для народа, во имя Родины, Отечества, нашей законной избранной власти. Всех офицеров призываю вспомнить свою присягу, не тех офицеров, которые, понимаешь, забыли ее, стали на преступный путь разграбления России, а тех, кто еще помнит, что надо, не жалея своей жизни, защищать свою Родину, свой народ и свою законную избранную власть. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания.